К вашему сведению, сейчас 5 час утра. Привет, мои прекрасные. Это приветство. Я услышала у какой-то бигити-блогерши, которая каждое своё видео вот с таким лицом начинала этими словами, и они запали мне в голову почему-то. Что ж, я просила вас задавать мне вопросы. В моём телеграм-канале «Что вы сделали?» Там очень много вопросов. Давайте прямо сейчас посмотрим. 160 комментариев. Уф, это видео будет очень длинное. Я буду сначала снимать его половину своей жизни, а вторую половину своей жизни я буду вам монтировать. Ну что, погнали. Давайте полистаем наверх, дойдём до самого первого вопроса. Я на своей скромной пятёрочке буду читать это всё. Ура. Я думала, конец уже не наступит. Итак, первый вопрос. Есть ли у меня какие-то блогеры, которые меня вдохновляют? На самом деле, сейчас я захожу на YouTube и не знаю, что мне смотреть. Летом я смотрела стадии блогеров, которые снимали что-то вроде того, что снимаю я. Но сейчас я смотрела, конечно, много таких видео, но мне никто как-то не западает в душу, не хочется пересматривать, не хочется ждать их видео. Это так, единичные случаи. Поэтому прям, чтобы меня кто-то вдохновлял, я сама от себя вдохновляюсь. Далее. «В какой город планирую поступать?» Планирую поступать в Санкт-Петербург. Очень надеюсь, что у меня получится. Я очень-очень сильно хочу. Вот это моя самая главная мотивация — уехать с того посёлка, в котором живу я, и поступить в город мечты, где меня ждёт моя Лёля уже очень сильно. Поэтому работаю, стремлюсь. А запасной вариант — Новосибирск. Кого поступаешь и в какой бус? Хочу поступить педиатра в медицинский университет имени Павлова, который в Санкт-Петербурге находится как раз. Давно занимаешься фигурным катанием? Фигурным катанием занимаюсь три года и практически три месяца. Я даже так знаю. 21 января, три года назад, я пришла первый раз на лёд и чуть не растянулась по всему льду. Если бы не химия и биология, то какие предметы выбрала бы для сдачи на ЕГЭ? Без понятия, это для меня очень трудный вопрос. Мне ничто не нравится до такой степени, чтобы я прям выбрала это для сдачи на ЕГЭ. Мне нравится литература. Ну, может быть, литературу. Я считаю, что я сейчас очень мало читаю, практически не читаю какой-то художественной литературы. В 10 классе я читала, в начале 11 класса я читала, а сейчас как-то читаю только Егорова. Какие предметы сдавала на МГЭ? Те же самые, что я собираюсь сдавать на ЕГЭ. Химия, биология. Знаете, что я поняла? Я поняла, что я забываю называть, кто мне задаёт вопрос. Но здесь очень странные неки есть у некоторых, поэтому, пожалуй, обойдёмся без имён. Извините, пожалуйста. Как ты решила стать блогером? Если отвечать на этот вопрос, то нужно возвращаться в 2017 год, когда мне подарили вот этот телефон. Я поняла, что это знак, что мне нужно начать снимать на YouTube. К тому же я давно-давно-давно хотела. И в 2017 году я начала снимать. У меня очень много видео, просто они все скрыты. Насколько изменилась ты и твои предпочтения, цели и приоритеты за последние два года? Ух, какой вопрос. Я однозначно поумнела. Я настолько свой кругозор расширяю каждый день. Мне вообще кажется, что все люди, которые пошли осознанно в 11 класс, они все такие грамотные, такие интересные. Поэтому мне вообще очень нравятся все 11-классники, они все такие умные. Конечно, есть такие, которые тут в 11 класс, непонятно зачем, но ничего. По-моему, я отошла от вопроса. Лиза, что я могу сказать, что в 10 классе я не была настолько сильно заинтересована в том, чтобы поступить в Питер. Как бы я знала, что да, я хочу туда, но я ничего не делала. Я просто спала. Расскажи саму трешовую ситуацию, которая с тобой произошла. Итак, раз уж это видео все такое учебное, тут вопросы буквально все по учебе. Есть только карочку, которую к ней не относятся. Поэтому я расскажу трешовую историю, которая была связана непосредственно с учебой. 10 класс. Я оперативно делаю свой проект, потому что моя учительница по биологии говорит мне, что можно разобраться со всем этим проектом, с его защитой в 10 классе. И поэтому я со скоростью света его делаю, чтобы не успеть сначала выступить на школьном этапе. Я все успела. Выступила на школьном этапе, потом на муниципальном и прошла на областной. Ок, я прошла на областной, все классно, круто. Я приезжаю в тот день, когда нужно выступать с своим проектом. Мне очень понравилось выступать, я бы выступила еще раз. Правда, у меня не было никакого переживания. Мне прям нравилось передавать ту информацию, которую я сама собирала. У меня вообще очень интересный проект. Там было очень много практики, типа, ну я вкратце расскажу. Я собирала снег, и потом он у меня в комнате растаял. Я набрала лишнего снега, я еще не затопила себе комнату. Но проект вышел классный. Тема была определение заболенности воздуха в зимнее время на территории той местности, в которой я живу. В общем, я приезжаю. Всех участников распределили по кабинетам, по секциям. У меня была секция экология. И все начали потихонечку скидывать свои работы, презентации. И в каждом кабинете был технический специалист. В общем-то, я одна из первых подхожу, чтобы скинуть свою презентацию. Даю ему флешечку. Начинаю как бы скидывать. И вижу, что вес моего файла ноль. Как это произошло, я до сих пор не знаю. За день я переделала ее. Я ее очень долго переделала. Я решила сделать ее красивой. Я прям заморочила. Все в одном стиле, что были все файлы. Прямо все было стильно, круто, классно, офигенно. Я все скинула. Я все на миллион раз перепроверила. Я все распределила по папочкам. Удалила все лишнее, самое главное. Удалила свою старую презентацию. В итоге приезжаю, и у меня ничего на флешке нет. Я просто стою, думаю, что... Стряжа была в том, что понятное дело, что можно перекинуть презентацию на почту к этому техническому специалисту. И все будет хорошо. Но дома у меня никого нет. Думала я, потому что родители уехали. А мой брат Глеб должен был идти в больницу. Я ему звоню, говорю, алло, ты дома? И он говорит, да. Он не успел идти. И он быстренько перекидывает мне, короче, работу. И я нормально выступаю и становлюсь лауреатом. Идем дальше. Уже все очень сильно затекло. Как думаешь, насколько сдашь? Надеюсь, что сдам. Хорошо. Где находишь мотивацию? Я просто хочу обеспечить для себя и для своей семьи, так как собирать себе медицинский, лучшую жизнь. Вот она моя мотивация. Какой самый сложный период типа выгорания был у тебя за время подготовки к экзаменам? Как справилась? У меня не было выгорания. Я готовлюсь с июня, и у меня не было никакого выгорания. У меня уже выработалась привычка еще с летом, что я каждый день занимаюсь ЕГЭ. И каждый день я прихожу со школы, я отдыхаю, засыпаю чаще всего. Но потом я понимаю, что я обязательно должна что-то сделать для своей успешной сдачи экзаменов. И у меня уже эта привычка. У меня нет никаких выгораний, я не знаю, как-то. Надеюсь, что у меня их никогда не будет. Чем помимо фигурного катания любишь заниматься? Мне нравится кататься на лыжах. То есть, если это зима, если была бы возможность, я бы на лыжах каталась в свободное время, которого у меня нет. Вот что-то связанное со спортом однозначно. Где я живу? Я живу в Кеверской области, в поселочке городского типа, о котором никто не знает. Твоя главная цель на данный момент? Мне что-то сдать хорошие экзамены. Но это не главная цель в моей жизни, естественно. Пока что просто нужно пережить этот период и дальше проживать эту прекрасную жизнь. Назови свои любимые фильмы, книги, сериалы. Может быть, какая-нибудь книга, фильм, который вдохновил тебя пойти на твою специальность. Книги. Ну, например, книга в метре друг от друга. Все знают, что есть еще такой фильм. Но в первую очередь я прочитала книгу, а потом в тот же день я посмотрела фильм. И знаете, какой мой вердикт? Книги просто всегда в миллион раз интереснее, правда, потому что в фильмах обрезают все самые интересные моменты, которые подробно описаны в книгах. Считать книги так прекрасно, я так хотела бы читать книги каждый день. Типа я читаю книги каждый день, но это не какая-то там художественная литература или то, что я бы хотела просто почитать для души. Это химия и биология. Конечно, это тоже для души и все такое, но, в общем-то, грань между этими жанрами есть. Сейчас я очень редко, но читаю книгу, которая называется Мартин Ида, Джека Лондона. В целом я знаю уже сюжет, на нее посоветовала моя одноклассница, мне очень нравится книга, и вам я ее тоже посоветую почитать. Называется Мартин Ида, там любовная история описывается. Затем я прочитала книгу практически полностью Анны Каренина, потому что я уже смотрела фильм. Когда готовилась к итоговому сочинению, я решила просмотреть фильм. Боже, я еще не дочитала эту книгу и не знала, что произойдет в конце. Я еще до фильма что-то там гуглила в интернете по поводу Карениной и увидела такой жесткий спойлер. Сейчас мне дочитывать книгу уже не хочется, но весь сюжет я знаю. В общем, у меня есть две вот такие вот книженцы от Аси Лавринович. Эти книжки, они прямо такие детские. Я их прочитала, наверное, в классе девятом, когда был карантин. И я помню, что эту книгу, что эту книгу я просто за раз прочитала. Ну, то есть, давайте посмотрим, к примеру, сколько страниц тут. 317 страниц за раз. Но они прямо такие ощущаются, очень простые, легкие. Просто я прямо вспоминаю эти две ночи, за которые я прочитала две книги. И поэтому хочется про нее рассказать. Как бы не то, чтобы детские, но настолько легко читается, что можно за раз прочитать ее книгу. Поэтому Аси Лавринович очень хороший автор, потому что нужно уметь писать книги так, чтобы ты не мог от нее оторваться. И еще про одну книжку, которую я вам хочу рассказать, это вот эта книжечка, которая называется «Вижу вас насквозь» от автора Спирица. Здесь в этой книге рассказывается про все психотипы людей, кажется, про их поведение, как к ним подстроиться, как их можно вывести из себя, на что эти люди способны и все такое. Я считаю, что здесь действительно есть полезная информация. Я прочитала ее тоже довольно-таки быстро. К сожалению, я очень мало что отсюда запомнила. Но вообще книжка хорошая. Скриньте. Следующий вопрос. Почему я выбрала именно медицинский и как пришла к этому? На самом деле история немножечко такая себе, потому что уже в пятом классе я знала, что буду поступать в медицинский. Прикиньте, ребеночек, пятиклассница уже знает, что она будет идти в медицинский. А все потому что мне постоянно говорила об этом мама. Причем я не хочу сказать, что это мне навязали. Наверное, сначала, да, мне это как бы навязывали, как будто бы с детства пытались приучить к правильному этому выбору, который хотела моя мама. Но к десятому классу я уже начала задумываться о том, реально, а что я хочу от этой жизни. И я поняла, что я действительно хочу поступить в медицинский. Я, наверное, даже кроме медицинского ничего и не вижу. Возможно, есть какая-то вина моей мамы в этом. Потому что действительно очень много разговоров было с самого детства про этот медицинский. Сейчас я уже не знаю, куда еще можно пойти помимо медицинского. Но медицинский меня тоже действительно искренне интересует. Мне нравится химия, биология. С удовольствием учу эти предметы. И медицинский мне тоже нравится. Я хочу туда поступить, хоть иногда у меня бывают мысли о том, что выдержу ли я наисложнейшую многолетнюю учебу там. Не знаю, в какой канаве я окажусь, короче. Поживем, увидим. Есть был молодой человек. Как относишься к отношениям в период школы? Есть был. А не надо прямо сказать, есть ли у меня сейчас. И если нет, то был. В принципе, у меня особо нечего рассказывать, на самом деле, про свою личную жизнь. Молодого человека нет, поэтому можешь написать мне в инстаграме или в тиграме. Только я вам не отвечу, потому что я никому не отвечаю и не поддерживаю это общение в переписке. Мне так не нравится. Как отношусь к отношениям в период школы? Я скажу только одно. Но если это ваш человек, вы друг друга понимаете, друг друга поддерживаете, и наоборот, без этого человека в период школы вам было бы только хуже, то, конечно же, я только за. Ну, типа, все за должны быть. Это вообще очень круто. Если у вас есть такой человек, то я очень за вас рада. В какой онлайн-школе я готовлюсь? Я готовлюсь в онлайн-школе химфэмили по химии и в биофэмили по биологии. И здесь у меня также спрашивают, был ли опыт с другими школами. Нет. Я сразу оказалась в этих чудо-школах и полностью добираю этим преподавателям. И в конечном итоге посоветую эти школы и вам. Да я их сейчас, в принципе, советую. Школы очень клевые. И еще один вопросик здесь. Помимо онлайн-школы, хожу ли я к репетиторам? Да, у меня есть репетиторы, но я посещаю их довольно редко. Сейчас я снова начну активно их посещать. Мы будем с ними решать полноценные варианты. Я сама хочу к ним походить, потому что там такие прекрасные женщины. Они такие умные. Мне прям очень нравится с ними общаться, потому что, в принципе, из-за моего окружения так сильно ни с кем и не пообщаешься, никто оспорить меня не может. А мне хочется живого общения, чтобы меня слушали, чтобы понимали, о чем идет речь, чтобы меня могли поправить. И это только репетиторы могут сделать. Тебя никогда не булили за твой блог. Если опять вернуться в 2017 год, когда я снимала, были мои подружки, которые создавали канал и писали мне всякие комментарии не очень хорошие. Они меня не задевали как-то. Ну нет, это был не булин, потому что я же не плакала, не уходила в депрессию, не удаляла соседей. Здесь очень много вопросов повторяется, очень много. Я отвечу еще на несколько интересненьких и не повторяющихся вопросиков. Как учиться ночью? Мой мыслительный процесс заканчивается часов в 9 вечера, а трепетно прихожу в 8, и времени на подготовку почти нет. Я могу не спать всю ночь и учиться, если я поспала днем хотя бы часочек. Я перебиваю себе сон и могу продержаться всю ночь. Если я не посплю днем, то я тоже не могу продержаться всю ночь, и мой мыслительный процесс тоже обрывается в скором времени, когда я начинаю садиться типа за ЕГЭ, но долго меня не хватает. Как провожу свое свободное время? У меня нет свободного времени, но вот сейчас, например, хотя это не свободное время, время почти 5 часов утра. Я спать должна, блин. Ну, собственно, я снимаю в такое время, потому что свободного времени нет, к сожалению. Какие ошибки я допустила за время подготовки к ЕГЭ? Первая моя огромная ошибка, я допустила ее еще летом. Я решила слить все свои деньги на кучу сборников, которые сейчас я уже чисто физически не успею прочитать. Всю необходимую информацию я получаю от онлайн-школ. Конечно, я что-то читала, но у меня нет еще ни одной книжки, которая была бы прочитана полностью. А я хочу что-то полностью прочитать, но нет времени, просто нет. Я уже и ночью учусь, я уже и сплю по 2 часа. У меня все равно нет времени. Немножечко тренировок в неделю, которые мне очень нравятся, я не хочу пропускать. Бытовые дела, школа, даже не ДЗ, а просто школа, что ты приходишь со 8, да, а обратно часа в 3, в 4. Столько времени! Я могла бы посмотреть за это время вебинара 3, но нет, я сижу вот так. Ладно, не вот так, я пишу что-то по ЕГЭ в школе все равно, пытаясь как-то это время проводить с пользой немножечко. При этом я не хочу сказать, что школа прям совсем бесполезная. Сейчас, конечно, хочется больше времени уделять на подготовку к ЕГЭ, но учителя по-прежнему задают домашки. Ладно, я не делаю домашки, поэтому не буду ни жаловаться. Мешают ли тебе заниматься учебой родственники? Иногда да. Особенно я ненавижу, когда меня отвлекают, когда я уже села смотреть вебинар, настроилась на учебу продуктивную и многочасовую, и тут меня отвлекают пойти туда, сделать то. Зарабатываешь на Ютубе? Нет. Хочешь поменять что-то в своей внешности? Меня в моей внешности в целом все устраивает. Я не хотела бы ничего поменять. Был момент, промежуток времени полной прокрастинации. Нет. Нет. У меня удален тикток, поэтому прокрастинации в принципе быть не может. Как реагирует твоя мама на подготовку к ЕГЭ ночью? Одобряет ли она по выбору идти в мед? Моя мама вообще очень сильно одобряет то, что я иду в мед. Блин, я сейчас вот это все рассказываю, и действительно, наверное, у вас складывается такое ощущение, что моя мама мне навязала этот медицинский. Но в 10 классе, когда я могла изменить свой выбор, она бы его тоже поддержала. Она не сказала, что делай то, что желает твое сердце, чтобы потом ты не говорила, что я тебе навязала этот медицинский бус. В общем, я сама бы брала медицинский, поэтому все ок. На какой платформе занимаюсь и смотрю вебы? Рассылкой все такое приходит в ВК, а вебы я смотрю на Ютубе. У меня там какие-то проблемы со спиной. А тут сидеть, вот это вообще жесть. Сидеть вот и не облокачиваться ни на что, это трудно. Как ты договорилась с учителями на хорошие оценки, если ты можешь пропускать школу? Договорилась? Ага, с ними договоришься. У меня стоит двойка по физике. Непонятно за что. Типа в этот день я просто прилегла на парту после очередного двухчасового сна. И, видимо, за это мне решили поставить два. Я сама зарабатываю оценки. Да, я пропускаю школу довольно часто, но когда я прихожу, я зарабатываю оценки, я делаю там ДЗ, я сдаю ДЗ, я получаю нормальные оценки и заканчиваю школу на золотую медаль. Но я не могу назвать себя отличницей. Это так, условно говоря, потому что по очень многим предметам у меня стоит пять только потому, что я и списала сообщение, и сдала, и все, получила оценку. Но это такая себе оценка. Если бы я была учителем, я никогда бы в жизни не ставила оценку за списанное сообщение, за распечатанное сообщение. Типа нет, я была бы довольно требовательна. Даже учитывая то, что ребенок не сдает мою историю, к примеру, о химии и биологии сдают. История тоже важна. Очень важно знать какие-то элементарные факты с любой области, не только с тех предметов, которые вы сдаёте. Не нужно сужать свой кругозор за время подготовки к ИКГ, только до уровня тех предметов, которые вы собираетесь сдавать. Я считаю, нужно быть развитой во всех сферах, но при всём при этом я сама развита только в химии и биологии по большей части. Конечно, я что-то знаю с историей Год Крещения Руси, к примеру, какие-то вот такие вот моментики, но всё равно. Я бы сама себе не поставила опять по истории, по обществознанию, по экономике, по праву. Вот как-то так выкручиваюсь. Будешь ли снимать, когда поступишь об учёбе в медиа? Да, думаю, что я продолжу снимать. Всё, что-то я здесь полистала, и просто практически все повторяются. А ещё у меня очень сильно задегла шея, ноги, спина и всё, что только может затечь. Ну всё, это было всё моё видео. Большое спасибо за просмотр, я уже предпокушаю, как у меня затечёт всё повторно, когда я буду всё это монтировать. Надеюсь, что я найду время для монтажа и выложу это видео в скором времени. Я сняла это видео две недели назад, и только сейчас монтирую. Точнее, заканчиваю уже. В скором времени. И ещё. Сейчас каждый днём у нас всё меньше и меньше времени. Химия так скоро, я в шоке просто. Поэтому сейчас наверняка видео будут выходить гораздо реже, потому что монтаж забирает очень много времени. которые я могла бы потратить на учёбу. Поэтому, если что, просто знаете, что я так же не сплю, так же готовлюсь. Но я не буду забрасывать свой телеграм-канал и буду мотивировать вас на учёбу там. Поэтому можете переходить туда на случай, если вам не хватает мотивации. Ну там, помимо учёбы, куча всякой другой фигни я пишу. Поэтому можете просто, знаете, для отвлечения, для разгрузки мозга что-то там читать. Ну и всё. Большое спасибо всем за вопросы. И извините, если я на ваш вопрос не ответила. Я очень не хотела видеть на всё. Но что-то... Что-то... 4,54... Мозг не варит. Почему-то. Интересно, почему. А, кстати, ну и сзади мои попытки сделать красивый фон. Ну вроде бы получилось, кстати. Выглядит довольно-таки прилично. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...